Не хочу быть сильной, я женщина, ты бог, но быть красивой, мой королевский долг. Королева в Сеаруси Анжела вещает. Смотрим, садимся, наблюдаем. Сегодня я в влоге расскажу о том, как я брала 450 гривен в своей жизни. Это самая большая моя трата на ветер денег. Я даже в казино не играю, вы понимаете? Просто потеря-потерь. Что я сделала? Я купила себе компрессионные колготы. Те, которые любят себя и свои ноги, учтите, компрессионные колготы надо носить. Если вы работаете стюардессой, мини-эхерой, киноактрисой и всеми теми профессиями, которые требуют очень усиленное кровообращение и очень усиленная нагрузка на ноги, компрессионные колготы вам помогут. Но сегодня утром я умудрился себе сделать зацепку. И у меня, получается, пошла стрелка. Накрасила колготки, чтобы не пошла дальше стрелка в розовый цвет. Ну, долб... Ребята, прошло два дня всего лишь, два дня. И у нас девочки, я сегодня пришла на работу, спрашиваю, сколько ты носишь эти колготы? Полтора года, два года. И что, у тебя нет стрелок? Нету. Но я лошара. Девочки, приготовьте носовые платки, мальчики, закройте уши, потому что сегодня пойдет очень тяжелая тема, это потери. Если выключить свет, воспринимают нормально, да, то есть ты баба. Но если смотреть, тебя воспринимают через твою внешность. И это очень большая преграда. Я хотел сказать вам то, что я выбрала себе такой путь не потому, что мне было бы легко, реально. Зачем столько париться, да, столько сил, гробить свое здоровье и все, ради чего? Но я по-другому не могу. Я жертвую всем абсолютно. Я борюсь за свое счастье, быть собой. Мало кто с тобой захочет встречаться, потому что ты публичный человек. Тебя уже знают многие. И тому человеку, который будет рядом с тобой, ему будет тяжело находиться морально. Это большое давление на него. Девочки мои дорогие, я перешла в другую комнату, более в интимную обстановку. Чтоб наконец-то показать, как я профукала своих 450 гривен. И какая у меня стрелка на утро меня ожидала. Кровавая Мэри, блин, какая-то. Знаешь, такое ощущение, что я в клубы шла и упала сама свала. Я попрошу всех мужчин и тех людей, которые считают себя с двумя яичками и мужского пола, покинуть мой влог. И остаются только роскошные девушки с нелегкой судьбой. Все мы теряем. Три года назад я себя... Я умерла. Можно так сказать, потому что у меня очень была большая трагедия в жизни. Кто смотрел Маша и модели второй сезона телеканала ТЭД, те более в курсе, да, почему. Я потеряла очень близкого себе человека. Одному из членов семьи, это бабушку. Я с этим человеком прожила всю жизнь. То есть этот человек, который меня воспитал, меня воспитывала только моя мама и бабушка. То есть для меня это человек, с кем я с детства лепила пирожки на кухне, да, кто меня учил и который меня безумно любил. Я очень боюсь и не могу расставаться с людьми. Я умираю в этот момент, когда я расстаюсь. Боже, мне даже тяжело говорить, потому что в действительности я умерла. И я очень долго себя восстанавливала. И спасибо проекту, то, что он меня выдернул. Бог что-то забирает, но взамен что-то даёт. И он мне дал проект с новыми людьми, с живой кровью, да, с талантливыми ребятами, которых я всех полюбила, потому что они меня спасли, они меня вытащили. Я, кстати, парикмахер, и я умею стричь, об этом никто практически не знает, кроме моего города, потому что я училась на парикмахера. И честно, первый человек, которого я хотела постричь, это была именно бабушка. И тут бах, такая ситуация, что в 2 часа ночи этого человека не встаёт, а ты куп... Ну ты вообще... И у меня как оборвало всё. Меня отрезало от всего. Я ничем не хотела заниматься, я не хотела видеть людей, и меня это всё раздражало. Особенно мне раздражало то, что когда были похороны, когда прощается семья, и приходит 100 человек, которых ты не знаешь. К соседям, 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 лишь бы выпить и погудеть. Вот просто у нас такой менталитет. Мы там, где халява. И меня так это раздражало, потому что я хотела побыть семьёй, а меня окружали посторонние люди, которые типа делали вид, что мне посрать. Но очень много фальши. Я вообще не люблю по жизни фальш. Очень тяжело себя восстанавливать. Очень тяжело вставать на ноги после каких-то потерь. И знаете, что самое обидное? То, что я не ценила этой любви. Честно, ты принимаешь семью, родителей, как должное. Я нормальная. По всем показателям, психологическим, психическим, единственное, что меня отличает от нормального человека, да, это моя оболочка, это моя внешность. Всем на вас похер, кроме тех людей, которые вас действительно любят. Это ваши родители, это ваши бабушки, дедушки. Вторая потеря в моей жизни произошла этим мартом. Чтобы исчезнуть или сдаться, не нужны слова. Люди просто уходят. И знаете, наверное, это больше обидно, когда ты знаешь, что человек живой. То есть, когда человек умер, тут можно всё спереть на обстоятельства, да, сложить то, что, ну, ты ничего не сделаешь, человека нет. А когда человек живой, и он уходит от тебя, это самое худшее, потому что ты начинаешь себя дерзать и думать, что произошло, что случилось, во мне вина или нет. И я снова умерла. Я не могу отпустить, честно, я признаюсь вам, этого человека, он у меня в голове, да, потому что это хороший человек. Это человек, который для меня сделал очень много чего. Это человек, который, ты знала, это как батут. Ты упадёшь, но ты не разобьёшься. Это человек, который тебя вручал. Но его не стало, причём накануне моего дня рождения. Я иду очень на большие жертвы, ради того, чтобы быть просто собой и быть такой, какой я хочу. Грубо говоря, я убиваюсь в организме, я это прекрасно понимаю, я не какая-то дура. Столько теряю всего, теряю тех людей, которые хочу, чтобы были рядом со мной. Мы должны жить для тех, кто нас любит и ценит, для тех, кому мы нужны. Главное в жизни иметь внутренний стержень и чтобы тебя ничто не ставило на колени. Тебя, твои мысли, твои рассуждения и вообще тебя как человека. Я желаю вам находить в себе силы. Я желаю вам, мои девочки, просто женского счастья, потому что это самое главное, мне кажется, для женщины. Я вас очень сильно люблю, целую и спасибо, что вы были со мной. С трансухой Анжелой. Всея Руси. Самый тяжелый влог. Вообще жесть.